привет дорогие друзья меня зовут наталья толстая я врач психотерапевт писатель и продолжаю делать свои лайвы в российских соцсетях как вы все понимаете не так уж много на это времени но очень хочется повидаться обратную связь поэтому я приветствую всех кто будет присоединяться к нашему эфиру буду рада если это будут и те кто много лет со мной и те кто первый раз присоединяется надеюсь эфир будет полезным безусловно у меня сегодня есть тема я к ней подготовилась но если вы захотите задавать какие-то вопросы видите я очень надела поэтому я вижу ваши комментарии я постараюсь по ходу пьесы на них отвечать почему я сегодня взяла тему хандры ну как туальная куда не посмотришь привет привет всем просто несколько очень похожих писем и звонят мои знакомые приятели и у меня обратная связь же есть и в соцсетях и многие говорят я человек оптимистичный сильный волевой много в своей жизни добился но вот сейчас связи может быть с обстановкой на планете с погодными условиями с отсутствием солнечного света с некими дефицитами в общении и в праздниках сталкиваемся с тем что мы начинаем как-то много ныть и многие говорят вот я ловлю себя на мысли от того что я ною и если я не ною наружу то есть вот прям конкретно не рассказываю жизнь говно солнце фонарь на хрена коту морковка то я начинаю такую жвачку внутри себя думать начинаю крутить и занимаясь каким-то самоанализом вспоминаю диалоги думаю о том что человек для меня не сделал или сделал почему он мне не выбрал и ловлю себе на мысли что это может длиться и 20 минут и 30 но у некоторых даже больше и это как мне вообще перестать скулить и перестать самого себя поедом есть давайте разбираться с самого начала если мы вернемся привет привет дорогие если мы вернемся к основам психотерапии то в любом случае каждый раз слушать человека надо ведь мы привыкли у нас дефицит общения очень часто бывает мы общаемся с одними и теми же людьми когда нам дают возможность сказать мы иногда не дослушиваем фразы до конца других людей мы их перебиваем или вносим свою лепту мы сбиваем с скажем так с основной мысли и иногда сразу подсказываем решение и действуя стереотипно со своей колокольни да мы думаем что вот если я сейчас начну ныть на жизнь мне другой человек или окажет какую-то поддержку или предложит какие-то мысли что нужно сделать для того чтобы я вышел из этого положения или просто тихо высушить я сейчас выплюну все это наружу и мне будет намного легче понятное дело что раньше когда человека распирала от этой ненужной беталомешалки в башке он думал куда я пойду я пойду или к подружке хохотушки или кому-то из своих знакомых кто обладает хорошей репутацией или к батюшке я выговорюсь пожалуюсь расскажу про свои какие-то нехорошие черты в поведении его поступки возможно и получу адекватный нормальный ответ от уважаемого для меня человека и сделаю свои собственные выводы или мне отпустят грехи или мне расскажут о том что но как бы я в другой в этой ситуации по-другому поступить не мог у нас сейчас редко ходят к батюшке скажем так подружек хохотушек чаще всего заменяют психотерапевты для тех кто следит за своей жизнью кто отслеживает ее и направляет ее в нужное русло ну а для тех кто допустим не хочет тратить на это средство время это что же добраться это надо собраться это подумать проанализировать чтобы рассказать что вы хотите себе поменять но получается что сегодняшний эфир для тех кто проанализировал себя и понимает что я почему-то начинаю рассказывать что все в моей жизни плохо по какой причине так бывает ну бывает когда родители боятся общения и сваливают на своего собственного ребенка свои страхи и свои опасения таким образом рассказывая ребенку что жизнь полна трудностей и если мы возьмем в историческом аспекте то а путь 30 лет в декрете и что потом не знаю сейчас вернемся сбилась пути в историческом аспекте то есть нам вот это вот нытью нужно было бы для того чтобы наши мозги фиксировались на опасности на трудностях на то что что может случиться и как-то предостеречь друг друга вот мы сейчас с вами живем пожалуй самое безопасное время все прогнозируемое но кроме того что если там шарахнет какой-то метеорит или вдруг какие-то большие правительства решат что именно сегодня нужно нам совершить какие-то стрессовые очередные испытания для психики а так то собственно говоря если утро день вечера утро день вечера не те же разговоры одни и те же собственно говоря траектории пути очень многие профессии работают по алгоритму мы приблизительно знаем чего мы хотим мы знаем что беременность длится 9 месяцев мы знаем что заканчиваю я там институт через столько то времени что такая-то дата у нас когда мы поженимся и чаще всего у нас есть вот эти временные штуки на которые мы опираемся этого у нас психологии называется индикационный срок то есть его можно ставить на любое допустим вот вас побил супруг и вы решаете его простить тогда вы просто понимаете что если в течение думаете да как как бы так поступить чтобы это было достойно но у нас у казаков говорят один раз побил прости а потом второго раза уже не должно быть и вот просто определенным образом начинаете размышлять я в течение четырех месяцев буду за ним смотреть если это больше не ну как бы за это время не повторится если он действительно искренне извиняется то ну как бы я буду продолжать с ним жизнь и забуду это да когда-нибудь потом вспомню но не сейчас не сейчас или допустим я беру какое-то определенное время для того чтобы потерпеть посмотреть по сторонам жалом поводить и понять как как коллеги себя ведут как начальник себя ведет попробую поискать какие-то альтернативные работы прежде чем импульсивно там бросать заявление об уходе то есть что такое индикационный срок приблизительно нужно спросить себя я вот доколе буду жаловаться на жизнь ведь у нас сейчас как сегодня да вот сегодняшний день это первый день нашей оставшейся жизни и никто мы же генеральные директоры своей жизни и это мы увольняем или нанимаем людей то мы кого-то продвигаем кого-то хотим куклу накормить кто-то у нас фаворит и мы собственно говоря от этого отталкиваясь и ведем свою собственную жизнь и если это не так может быть вот начинать надо с этого то есть я ли контролирую свою жизнь я ли впускаю людей поощряю их и делаю фаворитами и увольняю если надо или нет я сижу и жду когда будет приговор когда меня уволят с работы когда мне супруг скажет что тебе уже пора щит охлебывать когда мне свекровь наконец скажет что у меня нашли на помойке и ну много писем действительно очень много приходит почему приходит это нытье да вот ну начиная с родителей потом мы будем думать скорее всего у тревожных людей людей которые не совсем уверены в завтрашнем дне они живут сегодняшним этот сегодняшний день им не нравится еще раз повторяю мы говорим и о зимних андрей и аннытье вообще что мы можем изменить чтобы вам эта жизнь понравилась у каждого свое кому-то не хватает денег кому-то не хватает личной жизни кому-то не хватает удачи кому-то не хватает здоровья и в данной ситуации если у нас не будет нашего внутреннего диалога с самой собой наташ что ты сейчас хочешь муж кушать хочешь пойдем поедем надо водички попить она она стоит там у нас будильники или напоминалка или просто стаканы по всей квартире подошла выпила стакан воды что сейчас ночью забеспокоилась зачем занервничала да то есть когда у нас есть от внутренний диалог это далеко не шизофрения спасибо большое друзья внутренний диалог это уважение к себе это когда мы не отталкиваемся от мысли о том что я понравлюсь еще с другим людям что еще сказала а вдруг он подумает что я дура глупая неинтересная поговорила что в твоей жизни изменится если он это подумает ничего не изменит ничего не изменится просто ты найдешь другого собеседника или именно этот собеседник будет тебя избегать вот и все то есть перестать бояться и тревожиться от того что подумают другие люди а нужно подумать что подумаю я если бы я четко осознавала о том что я уже 30 минут внутренне ругаюсь с кем-то кто уже давно остался в прошлой жизни про бывших мужей очень многие рассказывают про обиду которая была на свадьбе а уже люди прожили 15 лет вместе вот зацепятся за какой-нибудь говно и вот они его ходят и и внутри головы разбирают или был какой-то диалог позвонил человек сколько успела столько сказала как захотела так так и так так проанализировала свои собственные мысли и каждый раз вот если человек долго не звонил конечно приходит обида и первые секунды как-то ну ты не показываешь свою искреннюю радость если ты правда искренне радуешься и вот самый тот момент когда такой звонок происходит или появляется человека с прошлого на которого есть внутренние обида вот эту секунду надо у самого себя спрашивать вот я сейчас трубку буду брать я рада этого человека видеть я правда хочу с ним разговаривать я знаю что ему сказать или просто я беру трубку чтобы его выслушать и тогда у вас будет четко четко и ровно проведен диалог то есть если мы берем трубку чтобы послушать человека мы ему говорим приветливо на улыбке все равно телефонный разговор номер привет дорогой человек что хотел рада тебя слышать такие стандартные фразы вы можете быть и не рады но в любом случае это надо сказать это правило хорошего человеческого поведения и вот там человек начинает что-то говорить не помогайте ему не подкатывайте ему бильярдных шаров чтобы он по ним стукнул не начинайте упрекать с первой секунды не переубивайте переубеждайте просто дайте человеку рассказать все что он хотел сказать тогда когда набирался сил чтобы набрать ваш номер телефона это действительно большой поступок особенно если есть перерывы между общением то есть почему у нас вот наша тревожность да она дает нам возможность ныть потому что каждый раз когда человека допустим долго не было нам очень хочется рассказать ему как все хреново но и обратная сторона если мы будем все да у меня все прекрасно да у меня все хорошо и мы будем понимать я трубку положила и опять хожу гоняю внутри головы а почему я так сказала почему я не сказала что и мне без него плохо что я по нему скучаю зачем внутренние бравада и и наружу вот этот розовый фасад и мыльные пузыри вот эти вот зефир этот кому нужен если в трухата внутри и вот на вот этом внутреннем конфликте вы вдруг поймете что все наши жалобы только потому что внутри головы сами собой не разговариваем мы не разговариваем про свои собственные потребности что какая потребность у меня сейчас не удовлетворена на что я жалуюсь ну на холод блин ну вы же понимаете что мне холодно покупаешь яркую одежду находишь у тебя дома и этого всего полно 8 носков на себе надеваешь 16 штанов 15 майка одеваешься как капустой и через пять минут ты согреть на вбери ванну с кипятком пока ты раздеваешься плюхася и ты согрелся моментально то есть я жалуюсь на то что мне темно в ключи свет я жалуюсь то что мне скучно стоп тебе скучно с самим собой тебе скучно с самим собой почему же тогда ты не читаешь почему ты не попросишь алису тебе поставить какие-нибудь спектакли которых огромное количество шикарными человеческими голосами с посылом прекрасным в произведениях которые может быть сейчас не совсем актуальны вот но они несут большую большое зерно для размышлений иначе бы их не ставили так много лет в театрах и не изучали бы в школьной программе спасибо после смысла себя я очень тревожно обращалась психотерапевтом но поняла что только сама должна и смогу да да я сейчас работаю именно для для этого нужно просто понять один маленький механизм потому что очень часто психотерапии когда мы понимаем росточек мы проговариваем это вслух и половина проблемы уже нет и это каждый из нас должен сделать самостоятельно и доктор и подружка и маму могут гавкать годами не парься да не ну что ты переживаешь да забей не работает это вообще а некоторых даже раздражает в тот самый момент когда тебе действительно хочется выговориться найти терпилу не всегда легко двадцать первый век и у нас все говорят да блин у всех свои свои проблемы пошел ты нафиг со своими проблемами да ты чё ты ты так токсичная ты душнила у нас же сейчас везде перекосы то есть если раньше садились люди на кухне не брали по ремочке или по чарочке или по чайнику там или по самовару садились и рассказывали у тебя что у тебя что а он а она и и кишинские разговоры по телефону часами на за которые упрекали мужья у нас этого сейчас ничего нет у нас голосовые на ускоренном у нас голубом по европам и многие я рассказываю сейчас вот прям перечисляю только жалобы реальных людей на не всегда реально существующие проблемы и что мы будем с ними делать вот допустим кто-то сидит в запрещенных соц сетях во всех соц сетях сидят и смотрят на жизнь других людей ой смотри вечернем платье пошла на новогодние мероприятия ой смотри с какими людьми ой смотри что она есть он что вот у тебя блюдо на входе вот тебе блюдо на выходе вот тебе какая я молодец вот я эту шубу отдам подписчикам вот я там в очередной раз я что-то отрезала пришила и думаешь блин какая у меня скучная жизнь а я спрашиваю у этих же самых людей а когда в твоей жизни случаются события но они же бывают день рождения там какие-то корпоративы на работе еще что-то а ты-то выставляешь свои победы свои радости в чем ты одета не я не успела сфотографировать или я увидела фотографии они мне не понравились поэтому я ничего не поставила я стесняюсь поздно это было позавчера вот эти только не выслушиваю и спрашиваю почему же такой диссонанс между наблюдением за другими людьми и завистью от того что у них есть какие-то развлечения меня и тем что ты вообще не делишься с другими людьми своими радостями своими нарядами своей едой то есть ты осуждаешь ты не можешь сама себе позволить и ты бесишься от того что другие люди разрешают себе это позволять ну вот в какую-то определенную секунду ну делюсь своим что ли лайфхаком лайфхаком вот я всегда останавливаюсь и говорю так стоп я сейчас осталась одна что мне надо делать что мне надо делать или там вот я сейчас очень чувствую потребность в том что меня пожалели да я всю жизнь всех жалею я выслушиваю мы находим какие-то выходы из ситуации мне тоже хочется иногда на ручки муж абсолютно не обязана только один терпилой быть его слушать про мои проблемы их сам переваривать жалко мне его бедолагу мама как-то ей не интересны сейчас мои особенно дела и а проблемы потому что ей 89 лет и она сейчас ну на постаменте стоит мы ее любим и жалеем естественно беды мы и свои не рассказываем пойти к психотерапевту на супервизию да но это же нужно записаться собраться поехать по холодам думаешь ну я сама справлюсь да и психологическое поглаживание если же я это не задавила в себе если я никак себе не помогла и решением от того что вы выехать в шубе в шапке и простоять в пробке целый час до того кто меня выслушает я не выбираю то собственно на том же на том же самом месте осталось и что я могу сделать чтобы сейчас удовлетворить свою потребность в том чтобы меня выслушали вот если прям словесный понос и есть что сказать прекрасные возможности у всех есть выйти в прямой эфир соцсетях конечно отсортировываются эти эфиры качеством полезностью нужности у спикера ну слушайте были времена когда люди сидели зарабатывали деньги только потому что они показывали свою годовку готовку или там вопроса сидели там шкребли мыло руками только для того чтобы чем дольше ты сидишь в эфире тем дольше тебе там набрасали этого всего но послушайте у нас очень многие люди вышли из депрессии благодаря этим своим этим стримом просто приходит и говорят я сидел 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 перед камерой смотрел 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 на эти сердечки колобки или там на злых людей которые мне говорили что тут сидишь или там я вижу как люди выходят и ему нафиг не интересно но я реально понимаю что они меняются меняется я понял на планете 8 миллиардов людей и собственно говоря я никому не нужен мне все не так уж плохо у меня как в жизни реальные истории людей вышедших из депрессухи только потому что они не сами в себе в темной комнате сидели под тазом а потому что они вынесли свою боль ничего не говоря просто узнаете как ослики я сидели вот такие вот у них уши и они вот жизнь говно бла-бла-бла и такие же точно вот люди приходили говорили да 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 или да возьми себе руки я не понимаю там движуха какая-то есть и уходят вот в эту параллельную реальность которая раньше казалась вообще не созидательной а сейчас доказывают что мы действительно можем быть уйти из своего скуляжа во что-то другое потому что мы можем переключаться и входить в другой образ почему рассказываю у меня есть случай девочки которой было 18 лет она немножко задержкой в развитии где-то она скачала диплом психолога где-то она послушала там о две три темы и они иногда бывает довольно неплохо слово в слово даже запоминают или ведут нить определенную вот и что достал давать консультации без не лично вот так вот когда ты видишь человека по аудио и по каким-то штукам советы она не набирала просто голосовыми или там люди как-то общались и вот мы видим реальный результат человек начал читать она реально поняла что ей там говорят да чё у вас за такие простые советы какие-то детские вообще меркантильные советы бабки на лавке она так потихоньку потихоньку начала к эфирам готовится и знаете как чичиков вот она стояла перед зеркалом свою речь прорабатывала она принимала прозы такие вот чуть-чуть расставленные ноги вальяжно садилась и через некоторое время мы смотрим на человека и понимаем что соцсети и смоделированное поведение дало человеку возможность думать что она она есть больше чем она есть она сначала поверила в себя и ребята у нас чудесные результаты мы соскакиваем из больших таблеток мы резко выпрыгнули в его взросление и с этим человеком уже есть о чем поговорить потому что она хотя бы несколько предложений про пряники про покосы про виды на урожай про спорт но она реально понимает что это нужно и человек подготовился к беседе и вышел из страшной депрессухи никому не нужности вот хотя бы тем что доверяют люди в интернете это проверить очень сложно но если очень надо выговориться у нас появляется такая возможность отчего бывает скажем так вот это депрессивное состояние когда вот все не так муха не так летит так свистишь звук не такой газ не включается к цепляемся за дверную ручку уходим три раза возвращаемся невнимательность огромная вот может быть концентрация внимания очень нужна то есть вот чистите зубы я чищу зубы вы режете мяско или там колбаску я режу колбасу я здесь и сейчас я здесь и сейчас мне нужен снег голове белые камни в голове я сейчас не буду думать ни про что я сейчас буду слушать себя вкусно пахнет колбаса вку 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 ну приятная паста приятно скрипят зубы вот какие-то маленькие вот такие вот фишки они нас возвращают в реальность и иногда убирают эту жвачку из головы а наши бабушки на этот счет говорили что когда у вас полная голова чужих людей и они квартируются хорошие плохие нужные ненужные постарайтесь пить или молиться есть в этом тоже большое разумное зерно вот любимые песни подпевать опять же мы раньше ставили кассеты или диски это все потихоньку уходит в никуда но если вы вспомните любимых исполнителей то та же самая яндекс станция вам найдет то чего вы не слышали очень много лет подпевайте мурчите гудите во всех религиях его многие люди пожилые рассказывают что чтобы я не делал я все равно внутри вот какое-то гудение ду-ду-ду-бу-бу-бу-бу-му-му даже если вы не знаете слов ну хотя бы мелодию тяните там очень много полезного и медитация своего рода вы входите в транс и вы начинаете правильно дышать вместе на автомате вместе с тем кто поет и вы отвлекаетесь от ненужных мыслей получается диалог с самим собой четкое сознание что я сейчас больше не хочу жаловаться на жизнь до самой себе это элементарная забота о себе и окружающих ну правда надоедает вот если это было стереотипное такое желание раньше вот я паскулю и мне бублик дали вот я немножечко пожалую скажу что жизнь говно мне смотришь кто-то тряпочку дал кто-то еды принес кто-то поддержал кто-то лишний раз позвонил ну ты мать как ну раз два три пять это перестает работать и человек начинает обижаться человек начинает топотать ногами а ничего не случилось просто ты перебрал энергию вот этого доверия ты ну устают люди помогать тем у кого есть руки ноги еще не 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 ветхость жизни они не да не обязаны и особенно люди живущие в мегаполисах у нас все здесь ну не дашь на дашь но в любом случае какой-то человек скажет а почему я должен тратить минуту своей жизни на то чтобы почищать твою чтобы тебе было хорошо ты ходил в сауны сейчас с друзьями я ходила и думала какой-то несчастный или там покупала тебе таблетки или в очередной раз вы приходила и выслушивать твой пьяный бред никто никому в этой жизни нужен но он может быть интересен он может быть полезен и вот этот вот мы лайфхак это я осталась одна он такой аллегоричный хотя мог кто-то может быть сейчас расстался или выяснять отношения и принимать решение оставаться не оставаться быть не будете уходить не уходить отпускать не отпускать вот этот уже то самое время когда надо сесть один на один с собой поговорить что мне делать что мне делать кто мне поможет куда я пойду зачем с кем когда что мне нужно предпринять чего я не знаю потому что чаще всего мы начинаем жаловаться на преподавателей на обстановку на начальника на всю окружающую среду когда нам не хватает компетенции в каких-то делах странная взаимосвязь снова правда то есть если мы понимаем что я сейчас получу дополнительное образование я сейчас научусь не мямлить а допустим говорить техника речи убрать зажатость до открытые позы сяду удобно я же буду более интересным собеседником тогда появятся какие-то другие контакты они будут не случайными возможно зафиксируются и многие рассказывают что в середине жизни обзавелись знакомствами и друзьями такими с которыми в десны и уже ну нет этих знаете искусственных открыточных таких предложений с одноклассниками обыкновенных ну как дела да так у меня дела жалко времени жизни сил хочется приятного собеседника приятного попутчика которого просто судьба дает как как приятного преподавателя как просто интересного человека и вот когда очень скучно нам же нужно научиться переключаться вот прям переключаться с одного состояния на другой какую ты эмоцию кормишь такая у тебя и будет до какого волка кормишь то такое собственно говоря и жиреет и искать веселых людей в прямом смысле искать веселых что это будет сэндапы вы найдете сарафан какой-нибудь западоподобный квн показывает который действительно был смешной но в наши времена может уже 100 раз приходит но мне кажется что в наши времена не музыка лучше было и едал вкуснее было и шутки и военовские тоже были помудрей но вы современные ребята тоже пытаются учиться стараются у некоторых получается у кого-то стереотипно у определенных каналов есть определенные темы шуток ну подбирайте под себя то что ложится что не переключайте и это с тоже приключено вот если ты все время будешь скакать позитивное мышление все прекрасно задеться с опилки вини-пуха начинаются с утра просто так без причины и ты понимаешь в доме бардак я в депрессухи я ничего не оттерла у меня весь хром почернел чашки наколотые чего на прыгают и любой человек спросит чуть прыгаешь и так раз и сдуваешься то есть получается если человек все время радуется его хочется платить положить клинику неврозов потому что в нашей обстановке и вот мне кажется сейчас идет пост и этот пост он на все и на эмоции и на на все мы как-то замерли всем из связи с ситуацией которая сейчас у нас в стране находится мы все как-то остановились и наша основная задача не дружку есть аккуратненько 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 понять что мы чуть-чуть в анавиоз спали как маленькие жабки мы чуть-чуть сейчас притихли и не прыгаем так и то что сейчас многие звезды стали вводить в практику в соцсетях вот в сторисах ставить старые фотографии людей которые интересные свои какие-то победы рассказать о каких-то своих документах ведь это ж круто то есть вроде как и ощущение в состоянии ты вспоминаешь что ты большой человек у тебя хорошее образование у тебя были веселые времена но нет столько мероприятий но нет бюджетов на эти корпоративы райда райда как у нас раньше были но очень многие ограничены ограничены сейчас и это надо прежде всего объяснить не только себе но и своим детям почему уже не будет этого всего и конечно это не прибавляет оптимизма я всех прекрасно понимаю но нужно же как моделировать состояние комфорта то есть но это своего рода такой внутренний гедонизм когда но теплые шарфики на теплый свет но вкусно пахнет дома пирогами но купите вы это тесто копеечное добавьте туда яблоко не знаю колбасы сыра пусть пахнет горячим хлебом в доме все нечистая сила убегала и ощущение уюта было ну натрите вы все что блестит золотое серебряное медное переберите барахло поймите что вот мы и цацки как там очень часто любила зыкина она открывала украшения просто открывала были уже ну в возрасте она была были у нее там концерты платили ли так как раньше она просто открывала коробочку цацки свои пересмотрела положила на место нормально все нормально да кто-то меня перебирает своей как красивой фотографии в найдите красиво повесить нас на стену посмотрите на себя красивую вы автоматически будете расправлять плечи и начинать улыбаться себе молодой людей же такие методики когда на холодильник вешают себя худую или на стену себя молодую красивую но автоматически хочется накраситься привести в порядок голову и надеть что-то приличное чтобы не ходить вот как будто ты за грибами пошла ежедневно когда мы переключаемся с негатива на позитив надо чтобы это не создавало у наших оппонентов дал людей которые вокруг нас что это такая какая-то огонь и но прыгает вот ни с того ни с сего ничего не случилось разрешайте себе иногда именно так действовать как вам хочется вот не оглядывайтесь назад не думайте о том что думают домашние иногда даже расхохотаться не могут от того что ты хрюкаешь лаешь или занимаешься спортом или медитация или в очередной раз что-то изобрела или придумала красивая домашняя одежда какие-то несуразные головные приборы горошки как коронки не знаю какие-то смешные хвосты это все можно продумать вы мимо зеркала будете проходить без пяти минутки скорби сама себя увидела хохотнула вот это хорошо покупайте мужу труселя с вашингтонами такие до колена там со звездами с мишками покупайте мягкие пижамы сделайте так чтобы дома было очень-очень уютно это тоже как ни страны избавляет от скуляжа и ощущение того что в жизни все плохо ведь подождите вот и многие говорят вот стемнело я вообще как вошь беременная вам ничего не успеваю я все время хочу спать вы ребят но у этого всего есть свои определенные механизмы физиологические то есть наш свет попадает на сетчатку нашего глаза глаз отпускает все это нам шишковидную железу шишковидная железа думает о отдельно стал надо прыгать надо сил и да и выдают нам порцию серотонина серотонин это радость это но может быть снижение аппетита это как когда силы концентрация вот а через некоторое время когда мы понимаем что это не свет а это лампочки у меня это все приходит в обратную сторону приходит скажем так такое состояние снотворное да и человек очень хочет улечь и уснуть и забыться и и уснуть вообще надолго слушайте зима она для этого и нужна и медведи не зря впадают в эту спячку если у вас есть возможность лишний раз поспать а чё не поспать ну вот мы же толкаемся с угла в угол мы сидим смотрим эти смешные нужные ненужные нам ролики мы смотрим в очередной раз жвачку по телевизору пусть мы смотрим ее уже с коронавируса там какие-то серии смотрим переключаем иногда три фильма одновременно смотрим но усилием воли нажать на выключение телевизора сделать себе тихо остаться в одиночестве далеко не все себе позволяют потому что думают о одиночество и я сейчас начну опять сам себя есть а может не начнешь а может и сам себе ответишь а давай я сегодня не буду не буду начинать скулить еще один дам свой собственный совет когда давным-давно мне научили подумайте где у вас сидит вот это вот несчастье вот что ничего в жизни не происходит счастья личного нет там кто-то говорит у меня нет детей мне пора кто-то говорит о том что что бы я не делал со своим талантам куда бы я не пришел и на хрень никому не нужен кто-то говорит о том что тур болит тут болит тут болит intensам мало что делают не предпринимают никаких усилий для того чтобы она не болела потому что о чем я буду тогда скулить. Так вот, мой совет. Представьте себе вот ну вот вашу вот эту вот жалелочку, как маленького суслика. Вот прям опишите себе суслика. Это маленький, серенький, такой ну, кому-то миленький, кому-то противненький вот такой персонаж. Вот он где-то вот здесь вот сидит. Его можно прогнать, его можно оставить, но его надо от себя немножечко разделить, чтобы вы были не дождественны. Не я суслик, а суслик просто пришел. И научиться ему привет суслик, я тебя вижу. Все. А сейчас я буду думать про другое. Я буду думать про то, что я вижу. Я буду думать про тех, кого я вижу. Я дам здесь сейчас любви, внимания, заботы вот этим людям или поюзую их и расскажу им, какие у меня есть потребности. Неважно, хотят они слушать или нет. Если вы не злоупотребляете, то чаще всего вас в любом случае послушают. И если вы четверым или пятерым людям расскажете, вот у меня нет вот этого, да. Может быть, кто-то скажет, где это продается или где это лежит, или где это взять, или что нужно сделать для того, чтобы это у вас было. как нам нужно переключиться с вот этого негатива в позитив. Как ни странно, смена температур. Я сама теплолюбивая очень. Я люблю теплое время года. Если бы была бы у меня возможность, я вообще бы не зимовала в снегу. Несмотря на то, что я соблюдала все вот эти все совершенно законы. У меня и красивые сапожки, и теплая одежда, и шапочка у меня есть, и варежки. То есть вот если выйти на улицу, я не околею. И все застегивается у меня, несмотря на то, что там я там как резиновая, то похудею, то поправлюсь. Есть что надеть, но сам факт выхода на холод для меня проблематичен. Опять была у меня в гостях Дарья Донцова, которая выливает на себя ведро ледяной воды. Я прекрасно понимаю, что Дарье немножечко больше лет, чем мне. И человек просто говорил, я несколько секунд одно время уменьшала чуть-чуть температуру и приучала себе, вам не нужен шок, чтобы сердце остановилось. Но иногда после единой воды выскочив и обтеревшись, человек реально возвращается в жизнь. Когда-то в юности я прыгала в эти проруби, и помню по глупости приходила в капроновых колготках, которые невозможно потом надеть на ледяные ноги мокрые, в сапогах на молнии, и невозможно в них влезть. Я через все это проходила, и прекрасно понимаю, что сейчас бы хряпнуть кагора, а именно в это время особенно сильно пить нельзя. Это потом, через некоторое время я узнала, что и водку пьют, и в баню ходят после проруби. Но как-то поначалу, пока рассказывали, как правильно, это было очень плохо. Мне несколько знакомых людей, реально двое заболели, у одного были большие проблемы с сердцем, потому что ни вздохнуть, ни пухнуть человек не мог, и ну там сбой был, большая литмия, сам себя чуть не уханды. Никто не заставляет бегать босиком по снегу без причин, никто не заставляет в 50 обтираться снегом, но чуть-чуть изменить температуру, дать себе точку дискомфорта, выйти на балкон на минуту и зайти. Иногда раз, и ты вернулся сам в себя. Знаю, что многие выходят из кулежа и плохого настроения, взяв руки рукоделия. Кто-то берет номерные картины и повторяет шедевры мирового искусства, вешает на стену, мимо идет и говорит, кто молодец? Я молодец. Помните, как Джулиану в мультике? Кто-то берет спицы и начинает делать что-то полезное, связал шапки-шарфы. Кто-то вяжет там уютные пледики на кресла и на диван, кто-то подарки готовит. Ведь если мы посмотрим опять на 100, на 200 лет назад, то как раз, собственно говоря, в пост и в это время, когда всем было скучно, собирались все в одной избе, ставили самовар, открывали малиновое варенье. Одна там делает мулины, вышивает, другая там что-то еще делает, песни пели девчата. Ну ничего у нас этого нет. Ни пионерий, ни комсомолок, где там тоже люди собирались и как-то развлекались все вместе. Мы разрозненные, но это еще не значит, что мы не можем собираться в какие-то определенные группы по интересам. Но вот если мы говорим о крупных городах, сейчас есть люди, собираются рисовать под симфоническую музыку или просто собираются. Сегодня одна приготовила, завтра другая. Говорят на какую-то определенную тему. Знаю, что даже в некоторых маленьких городах открываются женские клубы. И просто расписание такое. Сегодня у нас аэро-йога, сегодня мы идем с палками, сегодня у нас такой-то визажист, сегодня психолог, сегодня мы продаем тряпочки волшебные, которыми оттирается все без химии. И кто смог, кто-то пришел. И собираются женщины, собираются, потому что мы великий электорат, великая сила. И, собственно говоря, женщина строит любые отношения, мужчина строит мир. Но не сделают нам красиво и весело мужчины. Это наши реакции, они ее и ждут. Они ждут нашей реакции на любые свои действия. Слез, надрыва, упреков некоторые, что я только не слушаю в кабинете, радости от того, что он что-то сделал, ты это увидела, ему это вслух проговорила. Раз, два, три, пять, особенно если он сделал что-то хорошее. Переуходить от вот этого суслика и давать ему шалобаны. Не просто говорить, я знаю, что ты пришел, ты мне не полезный совершенно. Хочешь, я тебе воды принесу, хочешь, я тебе семян каких-нибудь насыплю, иди, ну как вот раньше заговоры читали наши прабабки, где птицы не летают, где звери не ходят, поди погуляй, ты мне не полезен. И когда вы его отделите от самой себя, вы поймете, что вы становитесь более интересны другим людям и прежде всего самой себе, потому что чаще всего он наш скулеж, потому что мы сами себя не жалеем. Мы очень хотим, что в этот момент кто-нибудь что-нибудь сделал. Сядь и подумай, что я могу сделать для того, чтобы мне и моим окружающим было лучше. Сделайте красиво, сделайте вкусно, цветы сажайте. Опять же, наши прабабки геранию уставляли по осени все подоконники. Первое, чтобы цвело, второе, чтобы фентанциды были, в третьих, чтобы было красиво, потому что это тоже своего рода домашний уют. Я понимаю, что вы забываете многие поливать. Научитесь любить живое, научитесь любить других людей. Поспробуйте послушать их жалобы, и вы поймете, как противно слушать ваши. Ну вот, пожалуй, на вот этой веселой волне я и остановлюсь, потому что я смотрю здесь довольно много вопросов, а мне же хочется общаться. Так, мне не с кем встречать Новый год. В каком смысле не с кем? Вы никогда не бываете одна. Вы творец, вы в любом случае вместе. Несколько раз в жизни у меня дважды точно были ситуации, когда я была в Новый год. И что могу вам сказать? Я не помню, я когда-то рассказывала, я купила себе билет и пошла на бал в гостиный двор. Это было довольно небюджетно для меня, но я подумала, что я сейчас надену красивое платье и пойду к веселым людям. Выспал бы не ем. Я была уверена, что я встречу кого-то из знакомых. Так оно и получилось. На входе в гостиный двор стояла женщина и каждой женщине давала маленький букетик с подснежниками. Ну и, собственно говоря, я тоже со своим букетиком пришла, села за стол, нашла каких-то знакомых. Все споет, все сияет, весело, все вкусно. То есть я не думаю о том, что я одна, потому что я в общей вот этой вот массе. И вот чувствую, что-то я домой хочу. Вот я так хочу домой. Ну, все уже, я покушала, попила, ну, что-то вот, ну, как, ну, не заладилось. И то, это уже было где-то два часа ночи. Я встала из-за стола и пошла гулять просто по окрестностям. Думаю, сейчас я вызову такси и уеду. И вдруг стоит эта бедолага женщина с этой коробкой с подснежниками и говорит, а что вы здесь ходите? Я говорю, да вот, что-то сгрустнулась. Она говорит, а я вот стою, больше никто не приходит, а я цветы никуда не раздала, и мне их некуда. Может, что вы заберете? Коробку с подснежниками. Я говорю, конечно, заберу. Я беру эту коробку, и у меня уже так вот трусится сердце. Я забираю ее, кладу под стол по красивой белой скатерти и ногой ее чувствую, и все, я хочу домой. Я вызываю такси, прошу ребят, чтобы меня с этой коробкой погрузили. И полночи разбираю эти нитки, чтобы поставить во всякие вазочки эти цветы. Сижу, и как в фильме «Морозка». Мне вот просто досталось такое количество цветов. И пока их развязывая и связывая, расставляла, я подумала всю свою жизнь, как я хочу, чтобы было, о чем я мечтаю, чему я хочу научиться, как я хочу, чтобы у дочи, как бы меня порадовало, если бы с мамой было, чтобы ее не насиловать и мне было поудобней. Как ее перевести, допустим, к себе, если человек всю свою жизнь там строил дом и был уверен, что он будет там стариться, но ты уже становишься тяжело тебе одному, а другие не поедут, потому что это им жизнь поломать, все бросить и сидеть здесь только потому, что еще ждать, если можно продлить и улучшить жизнь, а не сидеть ждать, когда что-нибудь случится, когда я буду свободно и совершать свои собственные действия. И второй раз у меня была, я была одна, я поняла, что я вообще никуда не хочу идти, вот не хочу, и все, бывает такое. Вот, и я осталась одна с попугаем. Помню, выступал всем известный юморист, которого сейчас не очень долюбливают, но он выступал, и для меня это очень хорошее воспоминание, вот, бьет часы после него в 12, и я пишу маме смс-ку, пишу дочери, она была со своим папой, он ее взял там на какие-то лыжи, написала еще нескольким людям, и так думаю, вот, кто в этом году в мою жизнь приходил, вот, кого я хочу поздравить, кого я вспоминаю теплыми словами, и как раз у меня было тогда, обслуживался мой супруг, мы справлялись с трагической потерей, и я взяла и написала ему, Игорь, дорогой, с Новым годом, поздравляю, желаю любви, удачи, здоровья и денег, отправила и забыла, и только через 3 дня он мне написал, и сказал, что это рассылка, я говорю, ну нет, там же имя написано, он говорит, а почему в 12, там 05, я говорю, ну потому что я своим всем написала, и что-то вспомнила, хороший дядька приходил, я его вылечила, отпустила в сентябре, я сказала, все, мы закончили, всего доброго, и он говорит, а почему в 12, ну почему в 12, 05, я говорю, не знаю, мы сидели с попугаем, я ему сказала, а, мы сидим вдвоем с попугаем, он в клетке, я здесь, у меня была жареная мойва и шампанское, и вдруг поворачивается ко мне, говорит, Кеша хороший, я его столько долго учила, он не говорил, и тут в новогоднюю ночь, и ему говорю, а я Наташа, я тоже очень хорошая женщина, и от того, что я здесь сижу одна, не потому что я хочу прыгать где-то и скакать, лишь бы с кем, лишь бы не чувствовать себя неуютно с самой собой, потому что я это выбираю, к тому же я не одна с тобой, и через три дня мне Игорь написал и сказал, ну, раз ты была одна, я все спрошу подробности потом, жди меня, он приехал, мы больше никогда не расставались, вот у меня в жизни так, поэтому я встречаю одна, подумайте, может быть, это счастье, может быть, это тот самый момент, когда можно вообще ни о чем не думаясь, ей в трусах дома, подумать, как ты хочешь дальше жить, с кем и зачем, подумать о чем-то более фундаментальном, опять поучаствовать вот в этом правильном и нужном диалоге с самим собой, что я хочу, куда я хочу, что я буду делать, чтобы у меня это было, не насилуя других людей, не надеясь на них, не обижаясь за то, что они не сделали что-то вовремя, не дали, не добежали, не докормили, не доплатили, не замолвили слово, а что я могу сделать конкретно для себя, чтобы было все хорошо, а это называется чуть-чуть разумный эгоизм, но вы же не купите себе одну чашку, вы купите шесть, и будет хорошо всем, кто рядом с вами, вы не купите себе одну наволочку, вы купите комплект, и от вашего разумного эгоизма будет хорошо всем, просто поймите, что если будет комфортно вам, если вы будете в порядке, вы сделаете столько много хорошего для тех, за кого мы в ответе, за стариков, за детей, за любимых людей, за друзей, за коллег, что нам этот позитив нужен, как воздух, самим себе и для других, так, спрошу еще раз, как найти свой путь, почти 30 лет декрете, а что потом делать не знаю, боюсь уходить в жизнь, так, во-первых, я не знаю, сколько детей, у меня сегодня, кстати, был вопрос, девушка спросила, четверо детей, хочу уходить в депрет, но я не смогу всех водить там, в школу, не смогу водить всех в садик, и я прекрасно понимаю, что я не буду успевать на работу, и я считаю, что именно у той девушки выбора нет никакого, если она только выходит из декрета, и у нее совсем маленький малыш, и так много детей, которые уже, любимых детей, которыми надо заниматься, что надо заниматься детьми, и подумывать о подработке, устроиться, я думаю, она не успеет, как в 30 лет в декрете, вот пока вы в декрете сидите и думайте, чем вы хотите заниматься, это специальная работа, иногда со специалистом, люди вообще-то раньше обычно понимают, точно ли они гуманитарные, и кем бы они хотели быть, на обложке, спортсменам, политикам, просто хорошо исполняющим свои обязанности, ремесленникам каким-то, ну в 30 вы уже не пойдете в балет, в 30 вы уже не пойдете в мединститут, но вы со специалистом должны определиться, где вы, та ситуация, которую вы будете делать лучше других, где у вас есть способности, потому что из учителя физкультуры мы не сделаем президента, из человека с точными науками, можно попробовать сделать актера, но прекрасно, и без всякого обучения, это может быть человек с гуманитарным складом ума, от этого отталкиваться, как найти свой путь, и начинать с того, что вы хотите делать, на протяжении всей своей жизни, чтобы это прокормило вас и ваших деточек, даже если прилетят кирпичи с неба, так услышать свою душу, а с ней надо разговаривать, друзья, ой, какой хороший вопрос, это такой же точно какой-то внутренний голос, это не мужской и не женский, это, наверное, твой же собственный голос, тот же самый, который вот скулит, так же точно ты можешь убрать вот этот ненужный шум, и когда будет снег в голове, ты реально поймешь, что душа паусит, ты у нее спроси, она тебе ответит, то есть для этого нужна тишина, для этого нужна молитва и песня, душа у каждого отзывается на что-то определенное, кто-то соблюдает законы питания, кому-то нужна тишина, кому-то нужно бум-бум-бум, кто-то тянется к волшебности, к волшебному мышлению, свечечки, палочки, и всякое остальное, и ты понимаешь, что душа разворачивается, сворачивается, кто-то поет под баян, кому-то для души надо выпить, кому-то надо воду, 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 я плюхнусь, и сразу я выхожу и понимаю, что я ее слышу, вы у души спросите, скажите, что я хочу с тобой поговорить, и вы поймете, она плачет хрустальными слезами, она смеется прекрасным хрустальным смехом, она имеет огромную потребность совершать добро, душа так устроена, она хочет делать что-нибудь для других, душа хочет оставлять память о себе на планете в виде денег, творчества, картин, книг, вылеченных людей, ну, как я это понимаю, я со своей колокольни отвечаю, память какая-то светлая, не сколько тысяч людей пойдет за твоим гробом, а просто как-то люди добрым словом вспомнили, лоб перекрестили, сказали, хорошую человека, в чем вспомнили, душа просит оставлять хоть что-то, она легкая, она не берет с собой никаких коврижек, домов, левки, золотой, денег не берет, она берет яркие вспышки воспоминаний, эти вспышки пробегут потом красивой картинкой, как целовались, как любились, как путешествовали, как сажали, как цвело, как родился, как улыбнулся, как сердце свернулось и развернулось, как кто был одет, когда был беременный, как он поворачивался от окна, вот, вот эти картинки фиксируйте, и она заговорит с вами ваша душа, как простить грубую кушерку, первые роды были, никак не обижаться, она действовала так, как нужно было в ту самую секунду, она сражалась за жизнь вашу и вашего ребенка, и если вы раскисали, не слушались, то есть она применяла те тактики, которые положено, ударить по щеке, локтем придавить возле груди на солнечное сплетение, вернуть в сознание, материться матом, все, что находится в родзале, там врачи, и акушерка, и санитарка, самые главные, в эту самую секунду, они думают о вашей жизни, поэтому обижаться на них нельзя, нужно взять цветов, шоколадку, пойти и спросить, как ее зовут, принести ей, и простить ей все немедленно, ей надо поблагодарить, и сказать спасибо, что в ту секунду, когда я была в розовых соплях, и раскисала, ты меня собрала, и мы оба живы, и здоровы, спасибо тебе большое, Марья Михайловна, вот и все, какая бы она ни была, она действовала по обстановке, и спасибо ей большое за это, как перестать вспоминать прошлое, отпустить его, а зачем его перестать вспоминать, от прошлого остаются синяки, фотографии, дети, драгоценности, это все копится, и это остается вашим трофеем, если в том прошлом было что-то замечательное, формулируйте что-то подобное, я знаю нескольких людей, которые находили партнера, очень похожего на предыдущего, с определенным, с таким же тембром, очень похожих внешне, в прошлом нравилось, как одевались, одеваетесь подобным образом, нравилась старая одежда, витые ножки, покупайте такое, все, то есть смотря, что вы вспоминаете, если был прекрасный человек, простите, отпустить, он в любом случае, если бы был сейчас с вами без желания, он был бы крепостной, он был бы пуговицей, которая пришита к вашему, к вашей жилетке, вам оно такое надо? Не, не надо, поэтому разжать ладонь, отпустить быть счастливым без себя, взять в память красивую картинку, о том, когда было хорошо, у памяти золотые чернила, она все смоет через некоторое время, где было плохо, и идти в новую жизнь, опять не можете сами, обратитесь к психотерапевту, к психологу, батюшке, просто умному, уважаемому человеку, не молчите, но сейчас же многие рожают с долой, как модно, мне, к сожалению, ее грубость очень мешала, послушайте, вы уже родили, и я, Наташенька, вас предупреждаю о том, что рассказы про роды, должны быть аккуратненько замещены, потому что, если вы пятый или шестой раз будете рассказывать родственникам про, это главное событие в вашей жизни, особенно если вашему ребенку будет 17, вы будете продолжать обижаться на человека, который помог вашему ребенку появиться на свет, это не созидательно, ни для вас, ни энергетически для того человека, ни для ребенка, которому слушать, как маме было неприятно его рожать, вообще в родзале не может быть приятно, и очень вероятно, вы просто проецируете на эту женщину свои неприятные ощущения, контрперенос, в любом случае, отнесите ей цветов и шоколадку, вам что трудно, а ей приятно, так, как ваше занятие спортом, хочется роликам с вами с занятий, други мои, я и спорт, ну, я стараюсь, клянусь, я стараюсь, когда у меня есть возможность, иногда бывает, что я выбираю сон, я буду ставить ролики со своих занятий, честно я вам скажу, когда я иду на занятия, я всегда ставлю ролик, поэтому мне, конечно, я люблю вверх с задом стоять в грядках, я могу себе позволить пройти очень много на, где-то, где я путешествую, я люблю асфальт, вот, спортивные упражнения, очень люблю бассейн, если есть возможность, всегда плаваю, вот, я прям заставляю себя, обещаю вам, я заставлю еще несколько раз, обязательно поставлю ролики, обещаю, почему я не могу танцевать на дискотеке, стесняюсь и неловко, что делать с этим, пойти на уроки танцев, стать совершенной, и станцевать так, чтобы аплодировали все, вы просто не умеете, вы сомневаетесь в том, что вы это делаете хорошо, возможно, вы неуклюжи, просто научитесь танцевать, и у вас не будет никаких проблем, так, проблема с публичными выступлениями, и это, други, тоже отсутствие навыка, публичные выступления тренируются, любая мышца нуждается в подзарядке, и мозговая, и юморная, и физическая, и сексуальная, все, всем надо заниматься регулярно, и тогда все будет хорошо, публичные выступления, пожалуйста, вон сейчас даже курсы телерадиоведущих, останки, есть дистанционные, вы можете из любого города стать телерадиоведущей, а там уж научат вас, вверх, вниз, влево, вправо, прыгать на люстре, скачаться, со шторы прыгать, найдите педагога, это актерское мастерство, вы даже если не будете выступать на сцене, то вы перестанете бояться людей, будете знать, где ваш профиль, правильно сидеть, правильное освещение, и безусловно, о чем говорить, вот в чем проблема, у вас спросят что-то, а вы не знаете ответ, там совсем в другом, в другом собака порылась, так, так, токсичные люди вгоняют в хандру, как себя сберечь, коллеги и мать, ну, я обычно себе говорю, идите в жопу хором все, никуда не сворачивайте, возьмите флаг, идите направление, знаете, я желаю вам большого успеха, все большой толпой, я не отождествляю себя с этими словами, научилась выбрасывать из головы всю дрянь, которая говорится даже в порыве гнева, проклятий, мы же ничего не можем сделать, когда человек это все проговаривает, мне даже иногда приходится говорить, я не возьму это себе, потому что, ну, как бы, была такая притча, что к старцу пришли и сказали, ну, что вы будете делать, если вам принесут, ну, плохих слов много, или что-то такое, и он ответил, что это же как мешок, ну, с дерьмом, я могу его просто не взять в руки и отдать тому, кто его взял, просто надо понять, ваши слова, пусть вернутся к вам обратно с тройной силой, и я не буду об этом думать ни одной секунды, и опять внутри головы, пошли в жопу хором, с флагом, мне очень помогает, не надо даже новые слова придумывать, как передить боль, разлуки с маленькими детьми, которых отец в сентябре в другой регион, идут служебные процессы с апреля, ну, слушайте, вы переживаете бновенную человеческую эмоцию, как я вам уберу боль, разлуки с маленькими детьми, если она у вас есть, никак, вы проходите естественным путем, через свое маленькое горевание, беды нет, дети живы, но боль, разлуки, вы ее не уберете, если вы живая, так, да, прожить боль, прожить боль, ее надо прожить, мы ее не выбросим, ну что, друзья мои, я с вами прощаюсь, надеюсь, что мы перед Новым годом еще с вами, еще увидимся, пишите свои вопросы, по мере сил буду в них отвечать, не раскисайте, не нойте, и скажите сами себе, я просто больше не хочу это испытывать, и когда ловите себя, стоп мысль, я сейчас больше тебя думать не буду, иди нафиг, суслик, вот и все, всем любви, добра, пока, и все,